Президиум, уважаемые коллеги, я так понимаю, что медицинские проблемы заканчиваются, начинают программы пограничной службы, вот там в Гродницкой области, наверное, дырявая граница, да? В отношении хронического ретропростатита. Коллеги, конечно, проблема всем известна и обусловлена актуальность этой проблемы не только ее распространенностью, не только тем, что мы плохо ее лечим, и, проще говоря, плохо поддается лечению, мы делаем всегда все хорошо, плохо оно само получается. Ну и как сегодня, вот было очень хорошо, мне понравился доклад морфологов, которые показали, что все-таки хроническое воспаление не безразлично для человеческого организма и может переходить даже или являться промотором для развития злокачественных опухолей. Почему мы, вот у нас не получается так лечение, как бы хотелось? Официальные данные европейские, 48% лечения простатита, хронического простатита, неэффективно, имеет рецидивы. По нашим данным, которые мы проводили, у нас 49%, немножко больше, вот худшие результаты. Но я думаю, что все это заложено именно в самой системе, самой классификации. Мы говорим о бактериальных формах простатита, мы говорим о небактериальных формах простатита. И когда мы говорим о бактериальных формах простатита, которые занимают всего лишь 10-15% всей популяции пациентов, мы говорим только о том, что это как раз наиболее беспроблемная группа. Здесь мы знаем, что выделяется банальная микрофлора, она к чему-то чувствительна, мы даем нормальные антибиотики, кому чувствительны, и проблемы нет. Здесь излеченность, конечно, до 92% после одного курса. И здесь вопрос решается только о том, какой антибиотик назначить, как долго, нужны ли последующие повторные курсы лечения и так далее. Основную массу создает 85-90% так называемого абактериального простатита, где мы обычными методами не находим возбудителя и начинаем лечить так, как у нас, что во что гораст, да? Не прокручивается, ребята. Ну, такая простая презентация. Вот. Ну, это мне минус, я не... Не мое время. Так вот, я хочу сказать, что в данной ситуации, как показывает статистика, несмотря на то, что мы микробы не высеваем, но, тем не менее, тем не менее, 98% случаев, это российские данные, Сухорукова нам их продемонстрировала в свое время, вот, 98% мы назначаем антибактериальную терапию, а дальше все, что кому, кто на что гораст, от витаминов до средств, улучшающих метаболизм и микроциркуляцию. Сие происходит не только у нас, есть такая же ситуация и за границей. Вот вам, пожалуйста, метаанализ 13 исследований, где свидетельством является, что на первом месте лечения хронического бактериального простатита альфа-адреноблокаторы. Альфа-адреноблокаторы, если 900 человек составляют здесь исследуемую группу в этом метаанализе, то 300, каждый третий получает лечение альфа-адреноблокаторами. Альфа-адреноблокаторы плюс антибиотики, фитотерапия, ну и такие же самые разнообразия с такими же самыми результатами, как и у нас. Что новое в этиологии, это хорошо забытое в какой-то мере старое. Вот, пожалуйста, в 2011 году на съезде немецких урологов уже прозвучала вот такая классификация возбудителей хронических простатитов, бактериальных простатитов. Почему? Потому что типичные это и шерихи коликлепсиэла аурогеноза, и атипичные, куда уже входят и холомидия трахоматис, и генитальные микоплазмы, и анаэробные, и грибы, и вирусы, и трихомонады. То есть на сегодняшний день урологическое общество начинает поморачиваться в сторону того, что не такой уж это абактериальный простатит, как на самом деле кажется. Если говорить о русскоязычной литературе, то в данной ситуации мы видим, что урэб, если говорить о трихомонадах, хронических воспалительных процессах, в том числе и простатитах, то они частота от 21% до 68% по разных литературным данным уже высевалась и задолго до сегодняшнего дня. Если говорить о тех же европейских данных, вот пожалуйста, сегодня с помощью ПЦР-методик обнаружены непосредственно в ткани доброкачественной гиперплазии просто в 34% случаев, при раке предстательной железы в 17% случаев, вот такая вот красивая трихомонада, и вот она выселилась с этих тканей. Это уже непосредственно доказательство наличия этой микрофлоры в ткани предстательной железы, включая доброкачественную гиперплазию и рак предстательной железы. Мы провели исследование 283 пациентов хроническим уретропростатитом, то есть пациенты, которые имели два и более рецидива в течение последнего года перед обращением, и применили четыре методики. Применили методики ПЦР, применили Маккоя методики, применили ИФА и РИФ методики, причем исследовали как сок предстательной железы, так отделяемые из уретры и сперму. В результате оказалось, что, как видите, только 7,8% пациентов в так называемом абактериальном простатите действительно ничего не находим. И вот, наверное, вот эта 7,8% это тот реальный процент, тот реальный процент, который дает рецидивы от лечения банальной инфекции. Все остальное рецидивирование обусловлено тем, что имеется ассоциированная микрофлора, представленная чисто хламидиями 18%, хламидия с трихомонадами 40%, а еще с вирусами 33%, каждый третий. В результате этого, если мы говорим сегодня о лечении, то, согласно Европейской ассоциации урологов, сегодня мы лечим вторхиналонами, если они в течение 4-х недель, если они бактериальный простатит, я имею в виду, если он не устойчив к этим препаратам, то тогда триметоприм, сульфометоксозол, метоксозол, и включаются уже макролиты и тетрациклины для атипичных так называемых возбудителей и грамм положительной микрофлоры. То есть уже и Европейская ассоциация уролога, я думаю, поворачивается тихонько к тому, что тот абактериальный простатит, который не имеет банальной инфекции, все-таки он не такой абактериальный. Вот с точки зрения нашего исследования, которое мы получили, наше лечение категорически отличалось от того, которое проводилось согласно рекомендациям. У нас при хламидиино-трихомонадной инфекции протистоцидная терапия плюс противохламидийная. При хламидиино-трихомонадии и островирусной инфекции острый так называемый противовирусный препарат, а затем все остальные. При хронической вирусной инфекции противовирусная Я просто одновременно с трихомонадными. Ну и надо сказать, что трихомонады мы лечили разными препаратами, несколько курсов, и далеко не всегда успешно. Что мы получили в результате? В результате мы получили три группы пациентов. Первая группа пациентов – это там, где нам удалось ликвидировать вот этих так называемых атипичных возбудителей. Дальше. Те, которых, несмотря на наше специфическое лечение, которое проведено, нам не удалось элиминировать, и контрольная группа, которых мы и не обследовали на это исследование, и которые получали то лечение, которое рекомендуется классически с точки зрения Европейской ассоциации урологов. В результате в группе, с которым произошла элиминация возбудителя, в течение года количество рецидивов составило 30% каждого третьего пациента. Без элиминации, там, где нам не удалось это сделать, 80%, а те, которых мы не обследовали и которые получали стандартную терапию – 71%. То есть получается, что вот эта группа без элиминации и контрольная группа, которая не обследовалась на это, имеет по существу примерно одинаковый результат от нашей терапии, что подтверждает данные о том, что если эффектность элиминации этого возбудителя достаточно, то и результат будет лучше. Больше того, мы обратили внимание еще в 2006 году, мы обратили внимание на это исследование, которое было проведено, при длительном назначении слабых противовоспалительных препаратов, которым являлись экстракт сиреной репенс, тогда пермексон это был, и мы провели, вот Аркадий Александрович, тогда трехцентровое исследование, которое в течение трех месяцев давали экстракт сиреной репенс и получили, что количество пациентов, у которых нормализовалось содержание лейкоцитов, в три раза стало больше, чем до лечения и в контрольной группе, в равной степени это сопровождалось и увеличением, уменьшением, вернее, шкалы симптомов заболеваний предстательной железы. Это имеет, вот, мне кажется, я буквально в последнее время вставил эти слайды, поскольку, поскольку, вот, все-таки, мы не должны уходить, и вопрос Николая Ивановича в этом плане стоял, мы не должны уходить от того, что все-таки хроническое воспаление, наверное, имеет какое-то значение для, длительно для шейсовоспаления, для канцерогенеза. Поэтому и заключение мы можем сказать на сегодняшний день, что сегодня наблюдаются тенденции к увеличению частоты, так называемого, бактериального простатита за счет нетипичных форм. Обратите внимание, бактериального в кавычках, поскольку, поскольку вирусные инфекции, ну, никак не относятся к бактериям, правда? Дальше. В основе увеличения это использование более чувствительных методик, их сочетания и более целенаправленного исследования различных элементов сокопредстательной железы, дальше отделяемые из уретри, спермограммы. Дальше. В лечении обоснованно используется, начинает, если мы принимаем первые два, то начинает обоснованно использоваться совершенно другие препараты, которые на сегодняшний день пока еще не являются рекомендованными и не вошли в методические рекомендации. Это макролиты, противопротозойные, противовирусные, в зависимости от того, что мы получаем. И последнее. Это вот длительное назначение препаратов, обладающих противовоспалительным эффектом. Возможно, есть уменьшение вероятности пролиферации и всех следующих последствий. Что нового можно говорить по этому? Какие новые вопросы стоят сегодня в проблеме уретропростатита, хронического уретропростатита? Они несколько отличаются от тех, которые стояли раньше в данной ситуации. Мы можем говорить о том, как улучшить результаты лечения хламидийно-трихомонадной вирусной инфекции при хроническом уретропростатита. Как улучшить? Что должно быть первично при хламидийно-трихомонадной вирусной инфекции? Противовирусная терапия хламидийно-трихомонадная или трихомонадная противовирусная хламидина? Какой лучше? Кто может ответить на этот вопрос? Дальше. Как преодолеть устойчивость хламидийно-трихомонадно-вирусной инфекции традиционным препаратам? До 60% сегодня трихомонады устойчивы к нашим обычным дозировкам, обычным препаратам, которые мы используем. Насколько важна роль вирусной инфекции в развитии опухоли-простоты? Не только хроническая пролиферация, но и с присоединенных вирусов. Никто еще не отмел, так скажем, с алтаря науки вирусную теорию рака возникновения. И мы знаем массу опухолей экспериментальных, которые индуцируются вирусом. А как при наличии хронического воспалительного процесса, хронической пролиферации, какое значение имеют вирусы? Все это вместе взятое позволяет говорить о том, что нам нужно подходить по-новому с позиции сегодняшнего дня, сегодняшней возможности лабораторной диагностики к тем инфекциям, к которым мы привыкли и которые лечим недостаточно хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.